Аудиокнига Стрелок по имени Андрей Прошел раз Андрей-стрелок на охоту. Ходил-ходил по лесу, да все бестолку. Наконец приметил на дереве горлицу. Дай, думает, стрельну хоть эту. Стрельнул и ранил ее. А горлица ему и говорит. Не губи меня, Андрей-стрелок. Отнеси лучше домой. Счастье великое добудешь себе. Удивился Андрей, но все же послушал ее. Принес он горлицу домой. Положил на окошко. А она с окошка до озимь ударилась и обернулась девицей Марьи-царевной. Сказала Марьи-царевна Стрелку. Сумел меня взять? Умей и удержать. Неспешным пирком, да за свадебку. Обрадовался Андрей-стрелок. Да не откладывая, сыграл веселую свадьбу. Вот пошла молва, что у царева-стрелка жена-красавица. Захотелось самому царю на нее поглядеть. Оделся он в простое платье и поехал в слободу. Постучался царь в стрелковую избу. Отворила ему Марья-царевна. А он одну ногу через порог занес, другую не в силах. Стоит перед ним несказанная красота. Марья-царевна подождала, подождала. Потом повернула царя за плечи и дверь закрыла. И защемила царя сердечная зазноба. Захотелось ему жениться на красавице. Воротился он во дворец. Призвал к себе советника. И говорит. Надумай, как извести Андрея-стрелка. А нет, так сниму голову с плеч. Пошел царский советник, нос повесил. А навстречу ему баба-яга. А, так и так. Знаю я твою заботу. Но ничего, я тебя научу, как царю угодить. И вот по навету советника, зовет царь к себе Андрея-стрелка и велит. Пойди туда, не знаю куда. И принеси то, не знаю что. А нет, так сниму голову с плеч. Вернулся Андрей-стрелок домой невесел. Спрашивает Марья-царевна, какая у него невзгода. Он ей все, как есть, рассказал. Дождалась Марья-царевна ночи. Развернула волшебную книгу. Читала, читала. Да бросила. Про цареву загадку ничего в книге не сказано. А утром дала на Андрею клубок ниток и наказала. Кинь его. Куда он покатится, туда и ты иди. И еще дала вышитое полотенце, чтобы чужим не утирался. Попрощался Андрей с Марьей-царевной. Поклонился на четыре стороны и пошел за клубком. Клубок катится, нитка от него тянется. Только Андрей из дому, а тут царь наехал, чтобы Марью-царевну силой увезти. Но она горлицей обернулась и улетела. В сердцах спалил царь стрелковую избу. Скоро сказка сказывается. Да не скоро дело делается. Много царства земель прошел Андрей. И вот пришел к избушке на курьих ножках. А перед избушкой три девицы гуляют. Приветили они Андрея Стрелка. В гости зовут. Умываться подают. А как увидали у него полотенце, так и руками всплеснули. Да ведь это наша сестрица вышивала. Марья-царевна. Покликали скорее матушку. Андрей Стрелок ей в ноги поклонился. И обо всем рассказал. Ничего не утаил. Решила старушка помочь Андрею Стрелку. Послала она сестрицей с горгицей. Вынула каждая свой платочек. Махнула. И слетелись тут птицы небесные. Сбежались звери лесные. Приползли гады болотные. Спрашивают их сестрицы. Не знают ли они, как дойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. Нет, мы про то не слыхали, отвечают они. Вдруг прыгает вперед старая лягушка и говорит. Проводила бы я Андрея Стрелка туда, не знаю куда. Да больно стара. Пусть уж сам донесет меня в парном молоке до огненной реки. Посадил лягушку в кувшин с молоком и понес ее, Андрей, к огненной реке. А через реку эту ни зверь не перескочит, ни птица не перелетит. Ну, добрый молодец, теперь садись мне на спину, говорит лягушка. Сел Андрей и стала тут лягушка дуться, дуться. Дулась, дулась. Вскочил на нее Андрей, а она как скакнет и перепрыгнула огненную реку. Дальше лягушка послала Андрея по тропинке одного. Шел он, шел, шел и видит, изба не изба, без окон, без крыльца. Вот и пришел он туда, не знаю куда. Вошел и спрятался за печью. Немного погодя, застучало, загремело, и входит в избу мужичок с ноготок. Борода с локоток, да как крикнет, эй, сват на ум, есть хочу. Откуда ни возьмись, появился стол накрытый, а на нем пиво-бочонок, да бык печеный, в боку нож точеный. Съел мужичок с ноготок, быка, да последние косточки. А когда он ушел, Андрей тоже позвал. «Сват на ум, накорми меня!» И появились на столе кушанья разные, вина и меды. Андрей сам за стол садится, и свата на ума приглашает. «Да покажись мне!» просит Андрей. «Не могу!» говорит тот. «Ведь я то не знаю, что!» «Сколько лет здесь служу!» «Горелый корки не видывал!» «Ты первый меня угощаешь!» «За это я тебе служить буду!» Обрадовался Андрей-стрелок, что нашел наконец то не знаю что. И поевшие, пошли они со сватом на умом дальше. Шли-шли, притомился Андрей. Эх, передохнуть бы! И только подумал, как подхватил его буйный ветер и понес над морем. над морем. Глядь, а посреди моря островок, а на нем дворец крыши золотой, а вокруг сад, посоветовал сват на ум Андрею передохнуть здесь. Только велел он Андрею глаз с моря не сводить. Долго ли, коротко ли, с западной стороны плывут к острову три корабля. Как пристали корабли, повел Андрей-стрелок купцов-корабельщиков во дворец. Вокруг птицы поют, по дорожкам чудные звери прыгают. Глядят не наглядятся гости. Сколько раз по этому морю плавали, а такого чуда не видывали. Говорит им Андрей, что это его слуга сват на ум все сам сделал. И попросил Андрей сват на ум накормить дорогих гостей. Тут откуда ни возьмись, появился накрытый стол, а на нем кушанье разное, закуски, вина красная. Купцы только ахают и предлагают Андрею меняться. Им слугу свата на ум а ему три диковинки. Первая диковинка дубинка. Только скажи, ну-ка дубинка обломай ему бока. И дубинка сама начнет колотить. Вторая диковинка топор повернул его обухом тяп да ляп. Топор сам корабль стяпал с пушками да с храбрыми моряками. Третья диковинка дудка из этого дел войско появилось и конница и пехота. Ну и обменялись. Получил Андрей стрелок три диковинки. Вернулись корабельщики на корабли и давай пировать. Пьют, едят, знай только на сват наума покрикивают. Перепились до пьяна и спать повалились. А стрелок сидит один в тереме, пригорюнился, эх, домой бы скорее на родную сторонушку к молодой жене Марьи царевне. только подумал, подхватил его вихрь и понес. Опустился он на родную землю, смотрит, а вместо домишка его обгорелая труба торчит. Повесил он голову ниже плеч и пошел из города на синее море на пустое место. Вдруг, откуда ни возьмись, прилетает сизая горлица. Ударилась горлица о землю и обернулась Марьей царевной. Обнялись они, поздоровались, стали друг друга расспрашивать, рассказала Марья царевна, как сжег царь их дом. Попросил тогда Андрей своего верного слугу свата Наума у синего моря дворец поставить. Не успели оглянуться, а дворец уже готов. Зажили в нем Андрей стрелок с Марьей царевной без горя, без беды. Прослышал прослышал тот царь, разгневался, а гонцы ему весть несут, мол, так и так. Все исполнил Андрей стрелок, ходил туда не знаю куда, добыл то не знаю что. Тот царь и совсем осерчал, собрал свое войско и пошел дворец разорять. Увидел Андрей царское войско, схватил топор, повернул его обухом кверху, тяп-ляп, стяпал топор корабль и другой, и третий с пушками, с моряками. Пошли корабли дворец защищать. Задул Андрей в дудку, помчались на царское войско и конница, и пехота с музыкой, со знаменами. разгорелся жаркий бой. Сам царь на подмогу своим войскам прискакал. Тогда Андрей стрелок вынул дубинку. Ну-ка, дубинка, обломай кабака этому царю. Принялась дубинка задела, так разошлась, что опустился царь от нее через чисто поле, только его и видели. Тут и сражению конец пришел. Обрадовался народ, повалил из города и стал просить Андрея стрелка, чтобы отныне он правил их землей. Андрей спорить не стал и пообещал решать все дела государства по чести и по совести. и по господинам по Субтитры создавал DimaTorzok